Касаемо вашей явки с повинной, следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, вы не будете привлечены к уголовной ответственности за то, что вы оставили свою воинскую часть. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Противостоят не только неонацистским формированием, а фактически всей военной машине коллективного запада. Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир! Да подумки они все! Вежать надо! Необходимо поддержать предложение Министерства обороны о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. И провести в поезде почти 40 часов до места службы. Ко мне обратилась девушка, она сообщила о том, что ее муж, который еще в сентябре был мобилизован, вернулся с территории боевых действий в свою воинскую часть, которая расположена на Ленинградской области, и оставил ее самого. То есть он взял и уехал. Я начал терять сознание. Подходил к медикам, которые находятся в зоне боевых действий. Они говорили, ну у тебя, наверное, просто давление скачет, попей кофе, сладкого поешь. Так вот прошла неделя и все, мне дали отпуск на месяц. После которого я уже должен был явиться в Каменку, а оттуда уже быть обратно на СВО. Но в этот отпуск я обращался и в гражданские больницы. К психологу ходил и к психиатру меня направляли. Психиатр сказал, что мы, говорит, занимаемся только теми людьми, которые уже не похожи на людей. А так, он говорит, у нас устный приказ отправлять всех обратно. Я предоставлял бумаги все, получается, заместительного начальника медицинской службы. И он сказал, что все нормально, ежайный СВО. Диагноз этот поставили в специализированных военных медицинских учреждениях. И когда он находился на лечении, можно сказать, когда должна была какая-то ремиссия проходить, ему его командир в воинской части сообщил о том, что он будет отправлен обратно. После чего я уже ушел. И обратились к адвокату. Я сразу же уточнил, когда он уехал, как долго он здесь находится. Потому что это юридически очень значимые моменты. Она мне сообщила, что он находится на около 20 часов. Я сразу же им назначил встречу. Они ко мне приехали. И мы пошли в следственный комитет с явкой с повинной. Я объясню, почему мы это сделали. Казалось бы, да, мы вроде как ничего не нарушили. Тем не менее, очень важно юридически зафиксировать момент, когда человек обратился в правоохранительные органы и сообщил о том, что он самовольно оставил воинскую часть. Мы соблюли 48-часовой срок для того, чтобы явиться любой правоохранительный орган и сообщить о себе. Зафиксировали его заявление, зафиксировали его явку с повинной. По явке с повинной уже принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела. Я работал в «Газпроме». Объявили мобилизацию. Я подошел к начальству спросить, что дальше делать. Они сказали, что все нормально, иди в военкомат, вставай на учет, мы тебе сделаем бронь. Я пошел, мне в этот же день выдали повестку. Начальству ничего сделать не смогу. В военкомате сказали, что пойду в терроборону, буду в Ленинградской области находиться все время. А в военкоматах, к сожалению, есть такая практика, что если человек, допустим, заявляет о своем заболевании или о том, что он хочет пройти в альтернативную гражданскую службу, мы им говорят, слушай, мальчик, иди посиди, сейчас поедешь в воинскую часть, там все расскажешь. Они едут в воинскую часть, им говорят, вот в поезд садись, сейчас поедешь в Белгород, там расскажешь. А дальше их садят в КАМАЗ, они выпрыгивают из КАМАЗа, им говорят, вот вам оружие, стреляйте туда, иначе будут стрелять по вам. Вот как это все делается. Ну и так я поехал в Каменку. В Каменке я провел четыре дня, которые считались, так сказать, подготовительными. За это время все, что я сделал, это выпустил один магазин в воздух, потому что ни мишени, вообще ничего не было. И после этого поехали в Валуйки. В Валуйках провели где-то еще три-четыре дня, точно не помню. Там одну гранату только кинул. Все, дали оружие, и получается через неделю я уже был в зоне боевых действий. Знаете, это ситуация, про которую, можно сказать, простота хуже воровства. То есть человек абсолютно простой, он абсолютно законопослушный, он понимает, что есть административная ответственность за то, что ты не явишься по повестке, и он идет по повестке. И они не понимают реалий, которые происходят в военных комиссариатах, когда шла вот эта вся активная стадия мобилизации, которая еще не закончена. И они не понимали, что их просто-напросто обманут. Бывает такое, что человеку вручили повестку, а он не хочет по ней идти. Допустим, у него есть какие-то критерии, по которым он может быть освобожден. Допустим, по здоровью и так далее. В этом случае закон не запрещает являться представителю. То есть я, как его представитель, с доверенностью, с ордером могу явиться военный комиссариат и подать, допустим, заявление на альтернативную гражданскую службу. Я могу подать заявление на то, что он в силу каких-то вероисповеданий, принадлежности к каким-либо сообществам не может проходить службу в армии. Такое тоже предусмотрено, и по таким кейсам тоже ведется работа. Разговаривал с гражданским психологом, с адекватным, не с военным. Проблемы психологические идут с детства, начиная от родителей. И вот это все оттуда пошло. И получается, там это стресс, это все раскрылось, и начались потери сознания. С матерью я где-то год не общался, отец мне звонил просто, чтобы накричать на меня, еще что-нибудь просто. А тут вроде начали общаться, вроде все нормально пошло. И как только я оттуда выбрался, отец обиделся на меня из-за того, что когда я приехал к себе в город, ну там, где и родители живут, я очень сильно заболел и не смог к ним прийти в первый-второй день. Он на это сильно обиделся, и когда на третий день я к нему пришел домой, отец просто демонстративно прошел мимо меня, не поздоровавшись, вообще ничего. И сейчас сам подписал контракт на год, буквально вчера ему форму выдали, сейчас туда хочет уехать. Мать, она не понимает, зачем он тут делает, что сестра, она недалеко там с ними живет. Никто не понимает, что он хочет вообще, зачем он туда едет. Потому что вроде как изначально, когда я только уезжал, он вроде как был против всего этого. Ну, у него свои болячки в голове, видимо. Я не знаю, кому ты что-то доказать хочешь, наверное. Для меня эта война неправильная, как минимум, это никак великоотечественная. Я не считаю, что мы кого-то защищаем. Ну, то есть, ну, не себя, как многие говорят, там, ты здесь защищаешь свой дом. Я говорю, я здесь не защищаю никого. Говорю, здесь мы честно нападаем. Там просто выживали как могли. За водой ходили в ближайшую деревню, с колодца набирали. Дорогу это, ну, она была обстреляна со стороны украинских войск. То есть, у нас, ну, знаю людей, которые там погибли, пока ходили за той же водой. Вода нужна была, потому что нам еду привозили. Это сырые, там, макароны, гречку, рис. Ну, чтобы приготовить, нужна вода. Воды нет. Надо идти туда. Вот. Приходилось. Просто дождевую воду собирали. То есть, эээ... У нас, то есть, крыша, чтобы не протекала нам эту пленку привозили. И мы ее натягивали так, чтобы, когда дождь шел, там, она собиралась. Ну, ее кипятили, пили. Полгода, вот вторая полгода приехали. Уже первую. Отдохнули, в отпуск ездили. Уже настоящий аз. Я, как вижу, вот эти... З, Б, мне аж в сердце снимается. Вторая. Даже думала, что на мой век будет войны, и там то, все спокойно дать. Только она не прекращала вся война. Только они с 19-го года херочатся. Молодцы, ребят, что говорить. Мы-то знали, как бы, с братом-то. У нас не первая война уж. Все виды этого еще воевали. Ого! Такие молодые и везде уже побывали. Ого! Раньше посмотрела фильмы про революцию. А то, что, господи... А сейчас то же самое. Меня саму коснулась. А старший сын не хочет потому, что говорит, а почему я должен воевать? Я не вижу смысла, у меня там отец. Ну, если я его призову, он пойдет, куда он денется. А младший хочет, но не может. Ходил, просился, но он практически ходить не может. Может, мне что-то такое, я чем-то могу помочь. У меня у собой уши на той стороне. Он говорит, проклятином себе. Как дедница долбанута. Он звонит на другой день. Детям со мной. Я говорю, давай? А детям. Да придем мы вам тут. Я говорю, господи. Да когда же тебе шальная пуля там уже... Кошмарно настроем. Приедет, поубивает, сказал. И детей, и всех. И меня в первую очередь. Ага. Вот 24-го все произошло. И первое сообщение мне только 9-го марта. И... Ну понятно почему. Пишу. После начала войны было недосообщение. Вообще две недели пролетели как-то незаметно. Я совсем снизил свою эффективность, чтобы оставалось время как-то прийти в себя. Хоть это все деморализует и заставляет стыдиться своего государства, я рад. Рад, что эта система совершила роковую для себя ошибку. Рад, что санкции вправят мозги множеству россиян. Рад, что целый этап истории нашей страны подошел к концу. Сам я в это время даже ощутил моральное облегчение. Ведь говорить о будущем теперь сложно. Теперь я думаю о сегодняшнем дне. И закупаюсь шоколадками. И пивом. Хорошо, что купил телефон в начале года. Почитал статью про АГС. Я, по-моему, начал рассказывать это матери. Во-первых, она, конечно, удивилась. Потому что она ни о чем подобном не слышала. Просто вместо того, чтобы служить, как все служат, вдруг ты просто будешь работать. Получать еще и за это деньги. Странно. Но я ей рассказал, что так и так, это в Конституции прописано. Это, вообще-то, право наше. Решил его же писать заявление. На мой взгляд, в нынешнее время военному вопросу уделяется излишнее внимание. У меня сложилось твердое мнение о том, что участие в военных мероприятиях не является тем, чем должен заниматься современный человек. Я думаю, что гораздо больше пользы своей стороне такой человек может принести, посвящая время самообразованию и саморазвитию, формируя из себя самостоятельную творческую личность, способную к созиданию и улучшению жизни в стране. Служба в армии воспитывает беспрекословное подчинение, подавляя самостоятельность и инициативность. Тем самым, на мой взгляд, отучивая от обдумывания и анализа своих поступков, что не является приемлемым для меня. Проведение спецопераций повлияло на окончательное формирование моих убеждений. Я узнал, кому надо сдавать. Начал расходиться по военкоматам. В Ленинске я сдал руками. В областной военкомат я сдал. Я же уже научный. Хотел, чтобы у меня было две копии, и чтобы на обеих поставили отметку о принятии. Говорили, что так надо, чтобы в случае чего может было в суде это сказать. И в Ленинском мне сказали, типа, нет-нет-нет, мы вам ничего не дадим. В областном я принес один экземпляр. Они говорят, а вы два принесите, мы его отметки поставим. Боялся много, парился, но вот в итоге 21-го. Произошло, что произошло. Какие напряженные прошли дни. Заседание по АГС поставили на сегодня. И с каждым днем мне становилось все страшнее и страшнее. А я ведь еще вакцину решил поставить. И вчера весь день был еле живой. Готовился упорно, заучил выступление. Все началось не очень хорошо. Родителей не пустили. Сказав, что лица, подтверждающие убеждения, будут вызваны комиссией при необходимости. Я не стал спорить. Перед комиссией я даже не выступал. Зампредседателя, комиссар, начал рассказывать мне, что я должен почитать Суворова. Что у меня не пацифизм, а конвенции вон головного мозга. И бред сивой кобылы и прочее. В конце концов он сказал, что своими взглядами я буду только разлагать вооруженные силы. Поставил одобрение АГС. И тут цитата типа, хотите его заявление почитать? Хотите его заявление почитать? Победа. Осенью начнется самое интересное. Мне сказали, что меня направят. Все, я приехал туда. Женщина из отдела кадров. Мне очень удивилась, что с АГСниками она вообще дела, видимо, не имела. Тебя такая смотрит на тебя, что мне с тобой делать. Вит, чё тебе, как наш коллективчик? Веселый коллективчик. Я говорю, веселый коллективчик. Веселый коллективчик, это здорово. У нас Ольга не замужем. Возьмешь ее замуж. Буду знать. А то он рассматривает твой вариант просто. Ага. В кандидатуру. В кандидатуру, да. Вот-вот сразу, видишь, отнекивается. Вот такая, быстренько тебя захомутает. Захомутает. Захомутает, да? Или у тебя девчонка есть? Нету, нету. Нету. Вот. Зря ты это сказал, конечно. Зря ты это сказал. Сейчас будем думать. Обженим тебя срочно. А тебе сколько лет, кстати? Двадцать два. Сколько? Двадцать два. Двадцать два? Нет, Костя у нас вообще малой был, да? Да, ему восемнадцать. Он прямо отсюда и в армию. Обещал вернуться и не вернулся. Ну. Все, тогда давай. Ну, что бы мы делали? Ну, что, погнали, да? Ну, да. Анатоль, пойдем, да? Пойдем. Познакомились мы с ним сейчас где-то в десятом классе. Он, видимо, узнал, что я изучаю немецкий. Я такой, типа, сможешь такую-то песню на немецком спеть? Включил мне, послушал. Ну, что-то пытался спеть. Не особо получилось. Живу, в принципе, здесь с самого детства. Отучился в лицее при НГТУ. Потом заинтересовался ядерной физикой. И поступил в Томский политехнический университет. Сейчас он, сейчас он вот занимается переводом на альтернативную службу. Подумал, ладно. Схожу в армию. И Витя как раз говорит, что вот, мне альтернативную гражданскую службу одобрили. Я подумал, хм. Мне там не особо были рады в плане того, что а там на альтернативную службу же можно поддаться. Они такие, ммм. Я такой, понятно. И пока у него суд. Он же выиграл суд. Я написал, что армия это институт насилия, вооруженного насилия. То, что я там относиться к этому не хочу. К тому же сейчас вот проходит война. И я вот к этому никакого отношения иметь не хочу. Никогда не считал, что армия это в принципе полезно. Я просто вот изначально планировал. Потому что от безысходности это какой-то. Мне какие-то не понравились все мои убеждения. Но вопросы про убеждения они не спрашивали. И в итоге мне сказали, что нет, нет, нет. А кто маму будет защищать, отказано. Единогласно. Я такой, ну хорошо, увидимся в суде. Получается, ему отказали в службе. Он проходил где-то зимой суд. И недавно ему это решение отменили. Я поскольку из Томска переводился в Новосибирск. Дело еще не приехало. Ждали-ждали. Перенесли дело. Потом оно еще раз не приехало. Потом оно приехало. Но они говорят, ой, надо перенести. Потому что здесь в ответчиках не указан областной военкомат. И по факту никакого продвижения дела не происходило. Просто приплетали новых-новых ответчиков. Я спросил у судей, когда. Он говорит, все, признать решение военкомата незаконным. И вот направить на комиссию. И сейчас он работает зарплатеру, оператором. Не знаю, как это правильно называется. В общем, обзванивает людей. Пока со службы непонятно, работает там. Они должны меня сейчас вызвать на комиссию. Я туда приду. И если они меня снова откажут, я подам в суд. Ну, я всегда считал его чем-то вроде, может, не противоположности своей, но другим относительно себя. Здравствуйте. Я вам звоню. А, да. Лифт просто грузили. Я думал, сейчас... Все, мы идем до свидания. И большое все заброшу. Да, до свидания. Угу. Так, это Рива. Рива. Все-таки они за СВО, за Путина. И вот поэтому они относились, ну, скажем так, с пониманием. Я сказал, что вот я считаю, что когда объявили мобилизацию, это не значит, что туда не будут брать срочников. Они сказали, что да нет, нет, все будет нормально. Я говорю, я не собираюсь проверять это на себе, потому что жизнь у меня одна, здоровье одно. И все. Они сказали, ладно, хорошо. Все-таки я думаю, что поскольку я их сын, как бы, да, они мои родители, все равно они как-то, ну, может быть, на интуитивном каком-то уровне, ну, все-таки за меня. Чего-то сюда ты не переезжаешь. Все, ты уже работаешь. Ну, пока еще не позволяет мне уровень заработка, чтобы переезжать сюда. Ты думаешь, тоже? Да и, в принципе, добираться мне удобнее от бабушки. Просто сейчас поднакоплю хотя бы чуть-чуть. Не знаю, мне кажется, твоей зарплаты уже, в принципе, хватит, чтобы отдерживать. Ну, посмотрим, не знаю, видишь, что тебя не загадываешь. Нужно решить вопрос в итоге с АГС. То есть, если меня берут, там, не берут, непонятно. А, ну да, точно, тебя же могут и направить. То есть, нет, если меня реально, если меня точно берут, как бы, да, то там зарплату уже не позволит. Я такой, типа, бабуль, я обратно, да? Я служу тебе. Я против вообще войны и надеюсь, она в скором времени закончится и будем развиваться дальше. В нашей стране нет свободы о человеке. У нас всего, чтобы человек хуже жил. Всегда лучше думать о хорошем, быть на более высоких вибрациях и астрагироваться от негативных мыслей и питать себя внутренний мир только позитивом. Мы лишь заложники ситуации. Знаешь, вот это все, вот все, что у нас сейчас происходит, лишь идет для зачистка нашего населения. У нас власть такая. Пришли к власти такие люди. Ну, мне моя жизнь нравится. Я постоянно стараюсь эволюционировать, что-то новое узнавать. И вообще ко всем людям только хорошо отношусь и вижу в них только хорошие качества. Я не считаю, что молодые люди должны сейчас вот за вот эту власть встать и пойти отдать свою жизнь. Я так считаю. Если придет, то конечно же пойду, но убить никого не смогу. Занимаюсь йогой и там вот первое правило это есть и причинение вреда окружающим. Я не хочу, чтобы мой сын не служил. У меня сын военный. И я не хочу, чтобы он попал. Я не хочу. У нас так таковой войны нет. Есть военная операция. И не нужно переживать на самом деле за моменты, что родственников призовут. Надейтесь, что у них все хорошо будет в жизни. И не думайте о плохом. И обязательно так оно и случится. Сегодня день Х. Де-факто третий суд, а на деле второй. Потому что первый раз представители военкомата не пришли. И, надеюсь, последний сегодня будет суд. Надеюсь, что судья примет мое прошение. И мое дело по замене военной службы на альтернативную гражданскую сегодня... Точнее, в перспективе военкомата рассмотрят заново. Суд обсуждает с участником процесса заявленное ходатайство. На видеосъемку судебного заседания заявленное соответствующее ходатайство. Суд его обсуждает. В связи с началом специальной военной операции в адрес сотрудников военных комиссариатов неоднократно поступали угрозы. Поэтому видеосъемка нежелательность. Сейчас как раз вовремя, когда кто-то поджигает военкоматы, взрывает, когда вовремя снимать сотрудников военкомата. В суд обратился административный истец. Просил суд признать незаконным бездействие призывной комиссии города Твери и ФКУ военный комиссариат в Русской области по рассмотрению его заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. В обосновании заявленных требований изначально административный истец указал на то, что он является сознательным отказчиком от военной службы. Его пацифистским морально-этическим убеждениям противоречит несение военной службы. Указанные взгляды формулированы у него на протяжении длительного времени. Впервые они консервил в 1926-1922 год. Папа в детстве боксом занимался. И я тоже, глядя на него, тоже хочу боксом заниматься. Когда я был маленький, он был военным. Он служил в армии офицером. Он домой приходил, но там у него казарма была. Ну, я приходил туда тоже, в казарму. И, как бы, глядя на все это, естественно, в детстве ребенок был такой, «Ой, я тоже хочу стать офицером». Папа там, все дела. Ну, и меня это почти сразу же отпустило. Я не думаю, что нужно быть, я не знаю, кем-то особенным, чтобы каким-то сверхразумом, чтобы понимать, что насилие – это плохо. Что насилие приносит только страдания, что насилие приносит только насилие. Я человек науки. Возможно, это и вот такой взгляд на жизнь и на мир, и повлияло как-то вот на мое видение военной службы, что это благо, что не служил ни мужик вот это вот все, что это, может, все-таки не так, может, все-таки ты мужик, если ты не служил. Я не верю в какие-то традиции, для меня это все пустой звук, я не верю. То есть я никого не притесняю в своей жизни, я не сексист, не расист, не гомофоб. То есть я ко всем отношусь хорошо. 22 ноября 22 года призывная комиссия приняла решение отказать ему в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службы. Административный истец, мы вас слушаем. Поддерживается ли им измененное административно-исковое требование? И, пожалуйста, ваши дополнительные пояснения, помимо того, что уже указано в иске. Да, поддерживаю. Скажите, пожалуйста. Граждане должны уведомляться заранее повесткой о заседании призывной комиссии. То есть уведомления вы не получали ни первого, ни второго, то есть ни от того? 21.10.2022 звонили мне на телефон, я посмотрел по журналу звонков, да, звонки действительно были, но они были с сотого номера. То есть государственные органы, я так понимаю, должны звонить с каких-то домашних номеров, да, были пропущены, потому что очень много спам-звонков в последнее время. То есть я... Скажите, вы сообщили про 8-м журналистов, да, я указывал, я заказным письмом по почте отправил заявление. В феврале 22-го года? Потом закончили учиться, я так понимаю, где-то ближе к лету, к летнему периоду. Из общежития вынуждены были выехать и определились с местом вашего проживания последующего. Представитель административного отвеччика военно-административных условностей, пожалуйста. Мы требуем от административного истца возражаем, считаем, доводы административного истца несостоятельны в связи с тем, что военный комиссариат пытался оповестить, однако на телефонные звонки он не отвечал, о чем в личном деле есть докладная сотрудника, который пытался его оповестить. Вас предупреждали, что вам позвонят, вы на звонки не отвечали. Мне не дали номер, с какого позвонят. Я выезжал, о чем акты есть в личном деле, что вас не застали дома. У меня там встречный вопрос. Как мы должны были вас оповестить? Телефон не берете, считаете, что спам, но у вас нет, что вы сказали, что вы на работе работаете. Каким образом должен был действовать военкомат, по вашему мнению, чтобы оповестить вас о заседании призывной комиссии? Ну, оповещение – это работа военкомата, я не должен решать этот вопрос за вас, это во-первых. Во-вторых, не должен решать вопрос оповещения вместо военкомата, потому что это работа военкомата, опять-таки. Как я говорил, звонок был сотового телефона, я с домашних номеров беру, сотовых не беру. Вы говорите, что да, звонки были от военкомата, но вы не знаете от кого. Каким образом вы тогда определили, что это вам звонили в военкомат? Если вы смогли определить, что это в военкомата, значит, вы смогли бы и ответить на эти звонки? Я определил уже постфактум, когда пошло возражение. Ну, каким образом вы определили постфактум? Просто с помощью приложения, которое определяет номера. Ну, а до этого вы сделать не могли? Нет, до этого у меня не было. Вы звонков не ждали? Нет. От сотовых номеров не ждал. Военный комиссариат считает, что заявление о замене на альтернативную гражданскую службу было подано с целью затруднить его призы. Военный комиссариат неоднократно предпринимал попытки. Дважды пытался вручить ему повестку, но... Нет пока вопросов, не саживайтесь. Переходы, я не могу. Я не седали. Вообще детство у меня было достаточно полное насилие, потому что я родился в Таджикистане. Там достаточно такой примитивный в этом плане как бы менталитет. Менталитет. Я из Казахстана приехал. И мы в принципе друг друга очень понимаем, потому что у нас прям очень одинаковые менталитеты. То есть кто сильнее, тот и прав. В современном мире даже с такими людьми, которые намерены с тобой подраться, что можно как-то достучаться, что-то на что-то надавить, чтобы мирно и тихо разойтись. Когда я пойму, что я в дерьме, Божья мать придет ко мне, скажет «Успокойся и забей». Час, когда хреново и охота убивать людей, скажет «Все нормально, эй, забей». Эй, забей, слышь, забей, эй, забей, на «Все забей». Скажет «Успокойся и забей». Такая вот общежная моя. Для тебя песня вот эта. Что несет? Часто бывают такие моменты, когда ты хочешь с кого-нибудь ударить. Я не стесняюсь говорю, что бывает такое, что человек настолько сильно тебя раздражает, либо подначивает, либо специально ведет тебя к этому. Но тут важно сдержаться, важно помнить о том, что можно забить, а не забить. Да. Ну да, тогда правильные слова. Сложно, смотря на все, что сейчас происходит в мире, забить в плане наплевать. Я много об этом думаю, и это меня очень сильно гложет, это меня очень сильно гнетет. Но иногда приходится заставлять себя об этом забывать. Потому что иначе не выжить, иначе можно попасть в дурку и остаться там. Особенно со взглядами, которые у меня сложились. Я надеюсь, что хотя бы в ближайшие 2-3 года все решится более-менее мирным путем. Что до людей дойдет, они придут к хотя бы какому-то согласию. Потому что пока это просто тупик. Пока это затягивание времени и бессмысленные просто потери, от которых можно было бы избежать. Всегда можно избежать. А наше будущее, ну, мы... Выжить. Выжить. Постараться начать жить уже, а не выживать. Роллы-бомба. Спасибо. Представитель военных консервятов, сюда вопрос. Вы в своих пояснениях говорили о том, что пытались лично пустить повестку, что имеются рапорты. Материалов личного дела рапортов нет. Это было 16 мюня 20-го года. То есть после уже осуществляемых звонков? Да. А кто у вас точно, каким образом организована доставка корреспонденции? У нас этим занимается как раз лишок. То есть это есть специальный какой-то сотрудник, в котором у вас нужны соответствующие обязанности, которые ведут работу соответствующую. Так, вы указали со своей стороны представлять доказательства. Суд предлагает вам представить доказательства в виде рапортов, на которые высылали свои пояснения, которые отсутствуют в материалах представленного личного дела призывника, о попытке вручения повестки на заседание призывной комиссии, в связи с чем объявляет перерыв в судебном заседании в пределах предусмотренного кассы в сроках 5 рабочих дней и перерыв в судебном заседании в дом 11 часов 13 апреля. Я думаю, что у них никаких рапортов нет, потому что никуда не ходили. Если они были, они были бы сразу в личном деле. Так что, ну, а если они будут, то они будут написаны задним числом, если там нет никаких... Хотя печать тоже можно задним числом поднять. Ну, посмотрим. Я тверд своих на верениях. Даже если суд решит отказать мне, то я все равно подам новое заявление и снова пойду в все случай отказа, и я не остык. Да убери ты, заебал! Я иду с Донбасса. Там очень плохо. Ребята страдают, но... Ну, у нас все равно пробивается. Самое главное, знаешь что, пацаны, держитесь. У меня пацаны, у меня два пацана погибло. Важный грей. И все врут там, нахуй. Да не так, если их правда. Как жестко, блин. Пусть они бухают, да, сейчас бухануло. Я завтра уеду, куда опять... В Украине больше, красивее. Леса, вот это все. Мы сами с Кременово, с Луганской области. Сами деточки горячие. Там вообще такая красота. Самая лучшая Кременовая, самая красивая. Ну, война началась в феврале. Мы выехали в Марки. Все свое побросали. И дома, и бизнес был. Все. Все только успели. Мы даже не думали, что мы где-то так задерживались вот на такое длительное время. Ну, думали, как обычно, там, ну, неделя, ну, две, мать, в месяц пройдет это все, как в 14-м году. И все. А мы это вообще как-то, мы это все смотрели, это нам не представляли, что это такое, в виде и только по телевизору такого. Танки вот это все, начало вот это все движение, все такое. Мы не верили, что это происходит такое. Да. Мы такое пережили, что, ой, бухануло, икри. А детки наши, внуки, ну. Ну, тут вообще же самолеты летают. Они, ах, бабушка, самолет, и бегом в дом. Я говорю, не переживаю, это не самолеты, я говорю, просто салютом что-нибудь. Не, не, это самолет, оно ж низкое, прямо ж видно. Я говорю, благодаря дедушке нас вывез всех, у нас 35 человек. 35, 4 семьи. И вот этот муж переволновался, начало это все движение такое. И мы приехали уже сюда. Наверное, месяца два пожил, утром поторвался. И все. Самые из нас, из беды, из-под поля. И все. И само наставу. Депутат Полюга Дмитрий вынес на обсуждение вопрос о возможности направления в рамках работы муниципальных депутатов запроса депутатам Государственной Думы о том, чтобы выдвинуть в отношении президента Российской Федерации и обвинения в государственной измене. Данные действия были распространены со стороны правоохранительных органов как дискредитация действующей власти Российской Федерации. И в отношении них, в мое присутствии, были составлены протоколы. Суд первой инстанции также посчитал, что депутаты муниципального округа Смонинска виновны в том, что они дискредитировали действующую власть. И также суд второй инстанции тоже посчитал возможным признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным. После того, как была пройдена инстанция апелляционная, у нас появилась возможность направить жалобы в ЕСПЧ. Это одни из самых последних жалоб, потому что 16 сентября 2022 года, к сожалению, если события происходили после этой даты, жалобы в ЕСПЧ больше не принимаются. Это, я думаю, что последняя моя жалоба в ЕСПЧ, потому что больше нет у меня возможности направлять туда жалобы. И одна из самых последних жалоб в России. Это R, это rights, это права, значит, надо. Human rights, это значит, что, два человека. Все, это моя. Последняя жалоба в ЕСПЧ. У неосознанных людей нет выбора. То есть они всегда идут на поводу своих страхов, своих недостатков. И это все в итоге приводит к тому, что они не выбирают то, как себя вести. И вот людей, которые действительно выбирают, их настолько мало, что... В общем, просто мы живем в мире неосознанных людей. Развитие страны в перспективе, например, тех же, там, 50 лет, то я вижу какой-нибудь Иран. То есть где тотальная цензура, которая у нас уже почти и так есть, где там почти закрытый интернет, к чему это уже все идет, почти уже пришло. Ну, тотальные санкции достаточно плохие пока перспективы. Покуда эти обстоятельства на меня как-то не угрожают мне опасностью, то я могу с ними как-то работать. В общем, я перестал, наверное, вот так говорить, люблю, не люблю, там. Я все еще об этом говорю, потому что мне так комфортно, но нету такой прям душевной привязанности. То есть я, конечно, люблю, но если придется, я уеду и забуду, и буду любить, как бы за тысячи километров. Ну, пока для меня самое главное разобраться с тем, чтобы я не уехал снова на войну, и желательно это не сесть в тюрьму из-за нежелания ехать на войну. А с остальным уже потом разберемся. Я не вижу будущее своих детей в России. Я не хочу, чтобы они жили, по крайней мере, в такой России, в которой есть сейчас. То есть если все изменится и все будет лучше, возможно. Это приемом всех удивляет. Собирь мой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Это самое ценное, что есть. Что у меня есть человек. Открытия, родная, ведь муша болевая, вручать труба зовет солдаты в огонь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok